всем привет меня зовут лилия бойко и в этом видео я вам расскажу о пяти вещах которые мне следует исключить из жизни как вы понимаете это либо мы какие-то плохие привычки либо черты характера которые мне не нравятся о которых мне не очень удобно говорить но так как я перед вами открыта то решила с вами поделиться и тем как я их пытаюсь искоренить возможно вы мне что-то подскажете и это видео я снимаю с очень классной девушкой она тоже мама зовут ее маша с канала лауреатка у нее двое деток дима чуть старше нашего марка и злата чуть младше она живет в черникове тоже в украине мы кстати с девочками с моими подружками недавно были в чернигове и если бы я когда еще была с ней знакома то наверняка встретились бы потому что мне уже не терпится познакомиться с ней вживую канал у нее наверное больше бьюти плюс влоги и о детках немножко так что приглашаю вас просмотру такого же видео на ее канале мне лично очень интересно послушать о том от чего она хочет избавиться своей жизни так что после просмотра этого видео переходите на ее канал и смотрите такое же видео у нее ссылочка конечно же будет под видео ну а мы с вами начинаем первая моя ужасная привычка которую я пытаюсь искоренить уже ну наверное лет 10 вот сколько себя помню я постоянно с ней борюсь это то что я везде опаздываю и вот эти опоздания меня уже честно говоря достали я опаздывала на самолет на поезд на экзамены в общем везде наверное где только можно я уже опаздывала поэтому знаете у меня нет перед там даже вылетом такого чувства что вот если не успеешь то все я знаю что делать в случае опоздания рейс просто там переносит пересаживать на другое это конечно же неудобно но как бы это не конец света но в то же время я понимаю что когда я опаздываю на встречу с кем-то то это очень неудобно перед вот этим человеком заставлять его ждать и я понимаю что с моей стороны это очень не этично поэтому я всячески пытаюсь побороть эту привычку и я обычно начинаю собираться заранее часа за два наверное даже как особенно когда с ребенком потому что знаете может возникнуть куча непредвиденных каких-то обстоятельств которые меня задержат дома но в любом случае когда я собираюсь я вроде бы все успеваю у меня все идет по плану но потом в один прекрасный момент за 10 минут до выхода я понимаю что я жутко опаздываю и хоть я и предупреждаю человека и конечно мне говорят что ничего страшного там подождут но все равно я знаю что это очень некрасиво с моей стороны и я уже просто не знаю что с этим делать вот реально подскажите как вы пожалуйста боретесь с привычкой везде опаздывать возможно я какой-то уловку с вашей стороны тоже применю потому что все свои силы ну я не знаю у меня уже все истякли мои способы научиться собираться вовремя и надеюсь вы мне поможете потому что это просто какой-то ужас следующая моя черта с которой я борюсь просто ежедневно это лень возможно вы скажете что я и так много успеваю некоторые меня спрашивают в комментариях как мне удается и видео снимать и с ребенком быть и так далее сейчас вот он кстати спит и спрашивает как я совсем справляюсь как нахожу на это время на самом деле я вам признаюсь что я абсолютно ничего не успеваю у меня в дневнике есть список дел которые мне нужно сделать и я каждый день если сделала две трети этого списка то это считается очень удачный день я никогда не успеваю сделать всего что запланировала и как я борюсь с ленью есть книжка брайана трейси когда-то я была и на его живом тренинге в киеве это очень успешный бизнесмен на тренер личностного роста ведет лекции о психологии успеха тайм-менеджменте в том числе и вот у него есть книга оставьте брезгливость съешьте лягушку в которой главной сутью до которая является то что вот там разные дела которые нам нужно сделать за день которые нам не очень хочется делать там проводится параллель с лягушками так вот нужно из всех дел выбрать самую противную большую огромную лягушку и с нее и начать и когда вы съели первую лягушку да вот то что больше всего как-то вот висит над вами не хочется за что браться тогда все остальное уже идет намного проще и если вы вот в первой половине дня разобрались со своим каким-то года глобальной задачей большой самой главной то остальные уже сделать не так и сложно и вот я уже воронок я рано встаю рано ложусь спать и вечером я уже абсолютно никакая во первых из-за того что ребенок выматывает за весь день во вторых я сама устаю просто да и поэтому я все важные дела стараюсь делать первой половине дня пока у меня еще есть силы и если еще с какими-то рабочими моментами я положительно выигрываю в борьбу с ленью до чаще всего то что касается спорта и упражнений вот именно упражнений по животу вот этой тренировки которые я стараюсь делать ежедневно у джиллиан майкл с получасовой то с этим не сложнее всего заставить себя сесть и позаниматься это просто какой-то ужас у меня находится куча отговорок во время того когда маленький спит я обычно либо снимаю видео либо монтирую то есть делаю то что я не смогла бы сделать с ним потому что он бы постоянно отвлекал поэтому это время я стараюсь посвящать вот таким рабочим моментом потому что вечером когда он хочет спать то я уже никакая для этого а тренировку с ним при нем делать тоже очень сложно потому что он на меня вылазит дергает меня за волосы и вот там нужно полчаса не отрывая сделать последовательное упражнение но с маленьким это очень сложно и в итоге то же самое с процедурами разными в итоге я часто их пропускаю и потом себя долго ругаю за то что не слежу в этом плане за собой так что я просто завидую тем кому спорт нравится и знаете мне раньше говорили что вот ты месяц позанимаешься месяц себя позаставляешь и потом это войдет в привычку и ты уже не сможешь жить без спорта вот реально сколько я не занимаюсь она никак не войдет мне в привычку я уже жду когда я уже начну получать удовольствие от вот этих упражнений и все никак я все время через такую силу себя заставляю переступаю перебариваю эту лень что что не знаю но зато знаете когда потом сделаешь то чувствуешь такую гордость что все-таки это сделал так что возможно вначале мотивирует именно то что потом чувствуешь хорошие положительные эмоции получаешь от того что все-таки переборола себя и свою лень в общем ладно это я уже так отошла куда-то в лирику тоже как вы себя заставляете заниматься спортом у меня это вопрос открытый и очень такой срочный да потому что впереди лето и нужно прям каждый день заниматься делать упражнения но честно говоря у меня это не всегда получается третье это моя борьба со сладким я стараюсь себя приучить и ограничивать потребление сладостей разных мучных изделий булочек но с нашим этим переездом хоть и временем в америку это сделать стало еще сложнее и если дома я уже в принципе перепробовала все вкусную еду то здесь ее просто в разы больше и все хочется попробовать потому что у нас такого нету и еще я бы сама например не покупала себе да но так как у нас здесь много родственников то каждый раз когда они приходят в гости они приносят что-то вкусненько и когда она лежит и я сижу целый день дома и знаю где она лежит то мне постоянно хочется есть что-то подъесть что-то взять и это очень очень сложно себя придержать да в рамках разумного а не съесть не слопать целую пачку конфет то же самое касается например моего любимого арахисового масла и которые у нас в украине не очень доступно то есть его можно заказать через интернет но она стоит в три дорого а здесь его просто масса куча разных видов и муж хотел сделать как лучше затарился им но я знаю что она очень калорийная и позволяя его себе кушать только в первой половине дня хотя лучше наверное вообще отказаться в общем сладкое это просто какой-то капец особенно когда на носу опять же теплое время года нужно сидеть за своей фигурой и я знаю что животик не уменьшится если я буду продолжать в таких же количествах поглощать все сладкое и мучное так что с этим определенно нужно как-то бороться и опять же я завидую тем кто больше любит соленую еду кому лучше бы там мясо какое-то с салатиком чем коробку конфет я променяю все на на сладкое я лучше вообще откажусь от все остальные еды но вот сладкое оставлю четвертая вещь которую я пытаюсь удалить из своей жизни и я знаю что она плохо отображается на отношениях с мужем это различные упреки я стараюсь их избегать и или знаете когда не говоришь что ты там что-то не так сделал но это и есть упрек в принципе да но вот сложнее всего мне даются моменты когда мы едем с ним в машине потому что я уже в одном из видео рассказывала по моему о чем молчат они что нас раздражает друг друге и муж говорил что его это раздражает я знаю и мне лично неприятно когда и когда я веду машину и мне там муж или кто-то другой говорит что я что-то где-то сделаю не так но я по натуре очень не осторожна и водители я очень такой занудный их медленный всегда пристегиваюсь даже в украине и здесь тем более правила в америке очень четкие и если ты где-то что-то нарушишь то это не просто одноразово заплатишь штраф а еще и увеличится стоимость страховки на следующий период то есть но это в принципе очень нежелательно здесь нарушать потому что она тебя ухнется еще сто раз и поэтому здесь когда я вижу там когда муж что-то где-то пытается быстрее проехать или забыл пристегнуться или еще что-то я ему напоминаю я знаю что это его разрушает но прямо не могу удержаться и иногда я даже ничего не говорю а знаете просто вот так напрягаюсь когда он что-то резко делает и он уже обращает внимание хоть я же говорю я молчу но все равно вот такое у меня проскакивает вот так что да я знаю что это неправильно нужно над собой работать и дальше и чтобы вообще ничего не говорить только поощрять все хорошее что делает муж и ну не то что закрывать глаза но не подчеркивать по крайней мере если он что-то где-то сделал не так и пятое вещи от которой я хочу избавиться как бы удивительно это не звучало это страх публичных выступлений несмотря на то что я еще с университета регулярно выступала на сцене с микрофоном у меня все равно каждый раз подкашивается коленки дрожит голос какой-то комок в горле и каждый раз мне выступление дается очень сложно отчасти поэтому я и начала вести свой канал потому что я считаю что конечно вот говорить на камеру это не то же самое как выступать в огромном набитом людьми зале но все равно это позволяет мне перебороть некий барьер выступления перед аудиторией я представляю что передо мной сидит большая аудитория семь почти восемь тысяч человек это уже не просто так да поэтому мне нужно сидеть за своей речью я понимаю некоторые говорят мне что у меня какой-то акцент или что я иногда какие-то украинские слова у меня проскакивают действительно это так потому что в семье я говорю на украинском языке и поэтому мне не всегда легко быстро подобрать русское слово потому что хоть я и владею русским достаточно хорошо но все-таки это не не мой родной язык так что вот в том числе я хочу увеличить свой лексикон сделать речь более разнообразной плавной красивой и и в этом вы мне очень помогаете за что вам большое спасибо и я всегда открыта к критике если она конструктивна пожалуйста пишите мне в комментариях если там что-то где-то не так сказала может вы обратите внимание на какую-то мою ошибку да в словарном запасе и я буду этому только признательно вот и это все были пять вещей которые я пытаюсь искоренить из своей жизни а которые я пытаюсь от которых я пытаюсь избавиться всеми силами и если вы знаете способы как ускорить процесс то я буду очень благодарна если вы ими поделитесь под видео и еще раз напоминаю переходить на канал маши на канал лауреатка ссылочка будет под видео и смотреть такое же видео у нее ну а мы с вами увидимся уже очень скоро следующих видео если вы еще не подписаны на мой канал то приглашаю подписаться смотрите другие мои видео и до встречи скоро пока пока и